С Верой в спорт Вера, здравствуйте, уважаемые радиослушатели Да, день сегодня по-настоящему добрый И мы будем говорить о тех важных и знаменательных событиях в мире Кировского тэквондо, которые ожидают нас и случаться в этом году Итак, проанонсируем, во-первых, что две важных даты в этом году в Кировском тэквондо Это, во-первых, 20-летие Федерации тэквондо в Кировской области, правильно я говорю? Да, Кировской областной федерации тэквондо, как раз руководителем которой я являюсь Да, и сразу же озвучим вторую дату, это десятилетие, немного не мало 10 лет уже существует школа тэквондо, школа боевых искусств Анатолий Чайкончи в Кирове Совершенно верно Давайте об этих датах более подробно проговорим В прошлой программе мы уже краткий экскурс в истории тэквондо в России, в Кирове говорили, делали вводную такую фразу Повторим, с чего все начиналось и на какой стадии развития тэквондо в Кирове сейчас? Ну, начиналось наше тэквондо в далекие 90-е года Повторюсь, да, с прошлой программы Это был 90-91 год Когда я еще мальчишкой попал в секцию тэквондо И так вот это все дело закрутило, затянуло, что на сегодняшний момент я просто всю свою жизнь посвятил вот именно этому боевому искусству И воспитанию уже, наверное, не одного поколения, потому что первая волна, вторая, третья, четвертая Если подводить какие-то итоги, то могу сказать, что лично мной, нашей школой и нашей федерацией за это время подготовлено 23 черных пояса Более десятка, там около 20 кандидатов мастеров спорта и два мастера спорта, мастер спорта международного класса, которым я являюсь Ну, в принципе, сам себя и готовил с помощью друзей и коллег Это важно, самая дисциплина, да? Ну, да, это самое важное, себя заставить что-то сделать Но когда есть мотивация, то все получается Алексей, 23 черных пояса Давайте характеризуем Вот все равно важна мотивация в спорте, как, наверное, ни в одном другом виде деятельности Для чего они этого достигли, так вкратце расскажем И где эти ребята сейчас? То есть вот есть черный пояс, определенная ступень в жизни, в статусе, в карьере, в саморазвитии Зачем это и что это дает? Да, определенная ступень, я с вами, Вера, соглашусь Черный пояс – это как бы какая-то промежуточная итоговая черта Его, можно сказать, даже не возрастной зрелости, а зрелости как личности, как человека Потому что помимо физических качеств воспитываются и волевые качества, и моральные стороны этого аспекта Вот Ребята, вот одно поколение было уже, вышли, выпустились Кто-то остался инструктором, сейчас работает в нашей школе, передает свое мастерство Кто-то уехал, поступил в другие учебные заведения Ну, в основном, конечно, и силовые, там, институты ФСБ и так далее То есть ребята открываются очень большие перспективы, занимаясь боевыми искусствами Уже черный пояс, правильно вы отметили, это какой-то статусность какая-то уже И при поступлении в учебные заведения, конечно, на это уже обращается внимание Не только название, что он там есть, кандидат в мастера спорта и так далее Вы имеете в виду именно силовые какие-то учебные заведения, силовых структур или вообще любые? Я имею в виду, в принципе, даже вообще Потому что на сегодняшний момент у нас идет некоторое возрождение спорта в России Это видно по деятельности администрации и министерства спорта, конечно, да, безусловно То есть очень много уделяется, несмотря на какой-то упадок, спад финансирования Тем не менее и руководители, и руководители федерации, и Минспорта Они на энтузиазме продолжают продвигать спорт в массы, спорт и физкультуру Конечно, без физкультуры это тоже никуда Спортсменами могут быть не все, но физкультурами как-то Быть обязан Быть обязан, да, есть такая Да, давайте вернемся к ребятам, которых вы воспитали и тэквондо в Кировской области воспитала Сколько из них остались в системе тэквондо? Вот как у вас, да, что вот пришел однажды в тэквондо и понял, что это станет смыслом и сутью всей жизни Я знаю, что у вас в команде тоже есть такие ребята Можно по именам назвать, кто они? Да, можно назвать Данил Бусыгин, Изотов Алексей Данил уже был у нас в студии Неоднократно, да, Алексей Штезель, Соколова Валентина, тоже наш новооспеченный черный пояс Девушка, которая занималась 15 лет до этого спорта лыжами И вот благодаря, наверное, ее выносливости, потому что тут нужно упорно бежать и бежать Вот, то есть вот она продолжает бежать Недавно получила, да, на черный пояс? Да Поздравляем, Валентина Она обещала недавно черный пояс и уже смогла поучаствовать в этой ипостасии на всероссийских соревнованиях в Москве И привезла уже два золота Стала абсолютно победителем Ой, здорово, умничка Поздравляем Вот Помимо этого у нас 6 юниоров, то есть это 15-17 лет Ребята еще только как бы входящие в зрелую жизнь, будем так говорить Но это основной состав сборной области юниорской И они очень основательно готовятся к предстоящему турниру Да, вот к этому как раз мы и подводим Да, как Алексей тоже уже намекнул и уже напрямую начинает говорить В связи с тем, что такие две знаменательные даты 20-летия, 10-летия Тэквондо В обоих ипостасиях в Кировской области случилось в этом году Нас ждет большое мероприятие Правда? Вот уже в эту субботу Те, кто слушает нас в повторе То есть в субботу, кто слушает У вас еще есть время Потому что, насколько я понимаю, в 3 часа дня начало Начало у нас с самого утра Турнира в 9 часов Но торжественное открытие мероприятия будет в 13 В 13, так что еще время есть Собираемся и бежим куда? Дворец Еноборств, Мира 46 У нас будет юбилейное мероприятие Посвященное как раз нашим юбилейным датам 20-летию Кировской областной федерации Тэквондо 10-летию школы боевых искусств Анатолия Чиканчев-Кирове Вот, конечно, грандиозное мероприятие На которое придут участвовать не только кировские спортсмены Приедут наши друзья из города Москвы Естественно, город Сыктывкар Ухтаусинск Вот этот весь север Северные люди приходят к нам Закаленные Да, северные суровые люди Давайте подробнее расскажем Что ждает зрителей В первую очередь на мероприятии Что они увидят? Ну, конечно, зрители могут увидеть В принципе, все то, что могут получить их дети Занимаясь Тэквондо Чего они могут достичь Или они сами могут заниматься Или они сами, безусловно Да Это все программы, по которым проводятся соревнования По виду спорта Тэквондо Это и поединки, это и формальные комплексы Плюс по совсем маленьким деткам У нас будет фестивальная программа Где будут представлены и фехтования на мягких палках Вот такой раздел для малышей введен Очень здорово Это какой возраст ребят, которые фехтуют? Это возраст ребят 4-5-6 Вот такие До 10 лет, в принципе Они участвуют в такой программе То есть такая базовая и очень красивая программа Да И вот как раз вот эти бои на фехтование На мягких палках Это наши авторские разработки В принципе На которые мы, в принципе, настраиваем детей Для того, чтобы они не боялись получить какую-то Не то что травму Может быть даже психологическую травму Что их там ударили и так далее А вот эти мягкие палочки На которых они двигаются Они чувство дистанции нарабатывают Координацию И очень весело Даже взрослые ребята И тетеньки с дяденьками Очень активно на это на тренировках используют Очень нравится всем и интересно Такая программа введена у нас Давайте на этом чуточку подробнее становимся Вот это фехтование на мягких палках Как я поняла сейчас с вашего рассказа Это разработка школы Анатолия Чиканчей Это разработка наших коллег С другой стороны Не будем говорить какой Потому что боюсь ошибиться Но вот эта штука Она была привезена Анатолием Васильевичем Чиканчей Как раз Как и другие фестивальные программы С международных соревнований И была активно внедрена И сейчас эти поединки Они используются не только в нашей школе Они используются и в других федерациях В том числе и не аккредитованных Но всероссийских соревнованиях То есть это то самое начало Вводный, скажем так Курс молодого бойца Да, а взы молодого бойца Тэквондо Чтобы, как вы сказали Предотвратить появление Каких-то психологических травм Да, при введении боя Да, для того, чтобы это было наоборот Задорно и весело И все наши тренировки для малышей Мы именно в той форме и проводим Чтобы ребенок себя чувствовал Очень комфортно на тренировках Чтобы ему нравилось туда ходить Чтобы у него не было перегорания Отторжения от спорта Что его только заставляют Там отжиматься приседать Или еще что-то То есть развитие физических качеств Плюс, конечно, вот этот задор Веселье, где можно получить Заряд положительных эмоций И с радостью ждать следующего занятия Причем с пользой для здоровья Конечно Идем дальше То есть вот это то, что первое Самое могут увидеть зрители Во сколько это? Начало соревнований у нас начнется в 9 В 9 часов Ребята по возрастам будут распределены По определенному времени в зависимости То есть у нас программа идет таким образом Что мы не ждем окончания соревнований Всех награждаем То есть категория возрастная выступила Наградили, мы их отпустили Тоже очень благоприятный момент Для родителей, в том числе Которые хотят планировать свои выходные Чтобы целый день не находиться в зале Все выступили и свободно И конечно же на этом мероприятии 13-го числа 13 часов Это торжественное открытие Вот такая интересная дата Но мы ее не боимся Знаем, что у нас все хорошо Все хорошо пройдет Торжественное открытие С показательными выступлениями Показательные выступления будут Как и спортсменов нашей школы Так и официально сборной Кировской области И инструкторского состава И сам планирую принять участие В этих показательных выступлениях Мы ждем к нам в гости И руководство области И города Кирова В области спортивной То есть министр спорта придет Александр Арминова, надеемся К сожалению, нет Замминистра придет, Алексеев И ждем Анисиму Надежду Юрьевну Ну и других наших друзей Которые с нами работают Нам помогают продвигать наше доброе дело Должна отметить, что Видела не единожды Показательные выступления Тэквондо Да, вот же именно Ребята из школы Анатолия Чиканчей Это очень красиво Прекрасные костюмы Да, давайте еще вот На экипировке Более подробно остановимся Мы затрагивали Так вскользь эту тему На прошлой программе Откуда берутся костюмы? Да, почему они именно Такие? И ведь они очень соответствуют Движениям спортсменов Да, бойцов Ну, наверное Немножко проведу разделение Спортсмены, в которых Костюмы, в которых спортсмены Участвуют, выступают на соревнованиях А называются Это в принципе Обыкновенные белые костюмы Не то, что может быть Что вы говорили Да, это официальное соревнование Официальные старты Определенной формы Утвержденной международной Они должны быть То есть здесь спортивное направление Спортивное направление И соответственно Спортивным каким-то нормативом Показательное выступление Как правильно вы отметили Мы, конечно, всегда Делаем с размахом В зависимости от наших целей Мы, если показываем Технику конкретно школы И что такое тэквондо Рассказываем Это традиционные костюмы Чтобы было все понятно Но нам очень нравится Делать театрализованные Показательные выступления Да Вот Очень много наших выступлений Хотя и в любительской Видеосъемки Они есть в нашей группе Вконтакте Можно посмотреть Да Ну там просто шедевры И народ Хлопает стоя Да, получить удовольствие На самом деле Визуальное невероятное Да А как делать Это костюмы? То есть сами ребята Их заказывают себе Либо школа Как-то содействует? Ну тут Энтузиазм Родителей Нужно отметить На то, что Родители Очень хорошо отзываются Откликаются На наши просьбы И находятся люди Которые могут помочь Шить Могут что-то сделать Изготовить Какие-то реквизиты Где-то мы, конечно Можем найти И взять в аренду То есть Есть друзья Которые Занимаются Анимациями И так далее Вот И В общем-то Образ Сначала рождается В моей голове Какое-то время Он там Перерождается Видится картинка И потом уже на ходу Это все дальше нарабатывается И получается Очень Красочное Выступление Там Волка Семеро козлят Мы делали Очень отлично Там Да И под Валентина в день Очень много Тематических Как раз их можно В любительской съемке Но посмотрите У нас Вот сейчас Мечта и задача Наши показательные выступления Которые будут В будущем появляться Снимать профессионально Чтобы у нас была Хорошая память Хорошая презентация И вот На наш турнир Мы уже Пригласили Профессионалов Которые просто Сделают Хороший ролик Хороший фильм И это можно То есть Такие показательные выступления Можно будет увидеть В субботу Да Конечно 13 часов Награждение Как будет происходить Кого будут награждать В каких категориях То есть Возрастные Мы уже сказали Да Еще раз Как они делятся Возрастные категории Ну По малышам Это фестивальчики Они там по годам делятся А более старшие ребята Они уже там 10-11 12-14 15-17 18-18 Плюс Стандартно По правилам соревнований Ребята Награждаются у нас В дисциплинах Как формальные комплексы То есть Это определенная Последовательность Движения Блоков Ударов Стоек Соответствующие Его уровню Пояса То есть Качество И Сложность Этого комплекса Зависит от Пояса Вот Это одна из самых Серьезных дисциплин Потому что Не у всех Может Получиться Это сделать Классно И круто И Хочу похвастаться Что наши ребята На российском уровне Очень неплохо выглядят Вот Поэтому Мы на правильном пути В этом направлении Вот Конечно же Поединки Поединки У нас будут И безостановочные То есть Это Когда Судьи оценивают Сидя на стуле Каждое попадание И потом Подводится итог Это безостановочный Поединок Называется И есть Поединок Стоп Бал Это Для более Младших Ребят Но и старшие Ребята Очень с удовольствием В этом Процессе В этих Поединках Участвуют Это После каждого Попадания Рефери Останавливают Присуждают Бал Кто первый Попал Могут попасть Оба Но кто-то На долю секунд Быстрее То есть Тут Как бы Немножко Другая Скоростная Характеристика Оцениваться И ловкость Умения Тех Это Оценивают Судьи То есть Без Видеофотофиксации Без Видеофотофиксации Да А сколько Судей Частвует В процессе При Безостановочном Поединке Это Пять Судьи Четыре Боковых Которые Оценивают Баллы И рефери Естественно На площадке Которая Следит За соблюдением Правил соревнований Чтобы не было Нарушений Вот А пристоп Балл Который Вас В момент Заинтересовал Про видеофиксацию Там Три человека Они Оценивают Это Показывают Определенный балл Кто первый попал В того сторону Одновременно Если Мнение Двух Судей Сходится То тогда Балл присуждается Если Все показали Разные результаты Хоть и было попадание Но баллов не будет То есть Оценка разная Довольно объективно Получается Тогда Со всех сторон Три человека Движутся Постоянно Практически По площадке Контроль Со всех сторон Да Так что Удар не пройдет Незамеченным Еще раз Программа Всего мероприятия Будет где И где ее можно посмотреть Чтобы выбрать В какой промежуток Времени Интереснее будет Программа Регламент Нашего мероприятия Будет выложен В нашей Группе Вконтакте Школа боевых Искусств Город Киров Вот Ну и на нашем Официальном сайте Кировская областная Федерация Тэквондо Она будет выложена За один день До соревнований То есть В принципе До 12 числа Она уже 100% там будет Возможно Даже 11 Сколько ребят Примут участие В соревнованиях? Ну около 300 человек Будет участников Ну не считая Уже судей И Других официальных Лиц Сколько из них Кировские? Ну 200 человек Это точно Наши ребята То есть 100 ребят Приедет Мы ожидаем Сколько будет Мы посмотрим Ясно И возрастное ограничение Давайте еще Проговорим По мероприятию Какое вы ставите? Возрастное ограничение Для посещения Нашего мероприятия Ноль плюс Ноль плюс То есть Родителями Берем родителей В охапку Берем родителей Дети берут родителей Родители берут детей Да Вход свободный Без каких-то Либо билетов Мы всех приглашаем На наше мероприятие Будем всех рады видеть Едем дальше Насколько я знаю И минувшие выходные Тоже были ознаменованы Большими победами Для Утек Ван До Кировского И для школы Анатолия Чиканчи Расскажите Что произошло? Да Действительно В минувшие выходные Наша Команда Вернулась Из города Сыктывкара Где проходил Турнир Который называется Северный ветер Такое красивое название Очень красивое Да Наши ребята Приехали С хорошими результатами Выезжал Ну Младший Будем так говорить Состав До 14 лет Ребята Для 12-14 лет 10-11 Которая Участвует В официальных стартах Это была Ну Опять же Некоторая подготовка Психологическая К настоящему турниру Который будет 13-го числа Ну и дальше Турниры Которые будут У нас Впереди В апреле Вот И для маленьких ребят Это опять же Попробовать себя Не в своих стенах А в стенах Другого города С другими судьями С другими ребятами Незнакомой Незнакомой обстановке То есть Как-то определенно Закалиться И пройти Вот На счету наших спортсменов Включая Вот малышей С фестивалем 56 наград Из них 15 золотых Это наши результаты Класс А всего сколько наград было? 52 Здорово Здорово Серебро, бронза Вот Ну это Опять же Чтобы никого не пугали Такие цифры Дисциплин В которых Спортсмен выступает Много То есть Он выступает Не только по одной программе Допустим Как в борьбе Он пришел Поборолся Все То есть Он пришел Сделал комплексы Причем Вот эти комплексы Это обязательный тест Для того Чтобы допустили До поединков дальше То есть Комплексы он делает Есть возможность Там занять Потом Два вида спарринга У него может быть А потом Могут быть Еще Вещи присущие Тэквондо Это командные спарринги Командные поединки Командные комплексы То же самое То есть Навременные ребята На площадке Они на этом турнире Участвуют во всех В дисциплинах То есть В одной Во второй В третьей То есть И поэтому Достаточно Большое количество наград У каждого Есть возможность Завоевать Да Не одну медаль А сразу Да И выполнить Какие-то Разрядные требования Как раз Уже Не набирая Очень много Турниров Хорошо отработав На нескольких турнирах Уже Получить результаты Уже в зачет пошло Конечно Наверняка Выездные соревнования В незнакомые земли К незнакомым В незнакомых стенах Наверняка Очень сложно Дается ребятам Как они с этим Справляются Психологически С одной стороны Это конечно Сложно Что это Какой-то Новый регион Не знакомые Стены И плюс Конечно же Группа поддержки Местного населения Она работает Ну не на нас Не на нас Даже такое бывает Болеют за своих В основном Конечно поддерживают Своих спортсменов Но здесь Очень громадный плюс В выездных соревнованиях В чем Идет команда образования То есть Когда у нас Какой-то Определенность Конечно У нас Какое-то Определенное количество И Когда Ты в чужих стенах То Ты тянешься К родному И близкому То есть И тут идет Как раз Взаимовыручка И поддержка И психологическая Моральная И Ну просто даже Там Где-то Человеку Дать свои перчатки Вовремя Там Или еще что-то Поддержать То есть У нас Благодаря Вот этим Соревнованиям Выездным Даже со старшими Спортсменами С тренерами Вырабатываются Такие навыки Что Они Видят С другого Конца Зала Мой жест По моим жестам Они понимают Что надо сделать Куда идти И допустим Кого вывести Спортсмена И так далее То есть У нас был случай На чемпионате России С Данилом Бусыгином Мы выступали Тогда Он выполнял Формальный комплекс Какой-то Видимо Элемент Был неправильно Но Было Оспаривание Судейское Решение В конце Концов В это время Я находился На другой площадке Там тоже Был судьей У меня был Маленький Перерыв И у него Получилось Так Что Вместо Его соперника Одного Вышел Другой В этой схватке Данил проиграл Ну Ошибся Ошибся Ошибки бывают У всех А вышел Другой С такой же Фамилией Вот И пришлось Этот поединок Переигрывать Это как раз Был финал Чемпионата России Вот И Просто Он увидел Я поднял руку Показал Не так А так Вот Жесты Это было Метров 50 Там 60 Друг до друга Он кивнул головой Сделал И выиграл Ну Такая штука У нас была Да То есть Еще раз Поясним Что произошло Что вместо Данила Вышел другой спортсмен Или вместо его соперника Вместо его соперника Вышел однофамилец В итоге схватку Пришлось переиграть И это дало шанс Данилу Не засчитали схватку Да Данилу Должен шанс Еще выиграть Еще раз выступить О здорово Да В этом проведении Да Но вопрос Наверное Не в этом Еще больше В том Что ребята Чувствуют На расстоянии В других городах Они просто Уже Да Начинают читать жесты Уже телепатически Наверное Все уже понимают Может быть не телепатически Но жесты Да Молодцы В общем умение быстро Сориентироваться В сложной кризисной ситуации Это присуще Как раз Ответственность старших За младших То же самое То есть Это как бы Это все воспитывается И перевивается Как раз На выезде Да Как раз Вот эта ответственность За малышей То есть Тут не нужен Прям тренер рядом Когда старший спортсмен Видит Что младший уже готовится Выступает Или ему куда-то нужно идти Или просто ему хочет Выйти в туалет Или покушать И так далее Ну то есть Вот это контроль Наставничество Оно очень хорошо развивается Ну это одна Вот как раз Ответственность Это одна из черт Которые прививает Эквонду Само по себе Да Тем более В соревнованиях Таких сложных Ответственных Такой еще вопрос Как Вы выбираете Ребят Кто поедет на соревнования Ведь наверняка Учеников много Все хотят себя проявить Как заслужить Это правда Есть турниры Которые Ну Неправильно сказать Открыты Они доступные То есть Мы в гости к соседям Можем приехать Тогда в принципе Выезжают все Если это не Отборочное соревнование Если отборочное соревнование Там первенство Чемпионат региона Конечно мы туда не едем Мы проводим свои Первенство Чемпионат Отборочное Мы проводим свои На основании этого Ребята Выбираются И попадают В сборную области И уже официально В сборную область И она командируется Министерством спорта На другие Всероссийские соревнования Таким образом И так дальше И дальше Да Для того чтобы Попасть на Международное соревнование Нам необходимо Пройти отбор На России То что в частности Данил Мусыгин О котором мы сегодня Уже не единожды Вспоминали Да Кстати говоря После этих соревнований Он попал На чемпион На кубок На кубок Европы Где стал абсолютным Победителем Этого турнира То есть Абсолютный победитель Что означает То есть он И в спарринге первый И в комплексах первый И в третьем виде спарринга Он тоже был первый Здорово Насколько я помню Как раз возвращаясь К теме Данила У него должен случиться Переход В новую возрастную категорию У него случился переход В новую возрастную категорию Уже год назад Это случилось На Уфе У нас был кубок России Вот в октябре месяце Мы выезжали И в новой ипостаси Он стал первым В поединках И стал первым В спецтехнике Это еще один из разделов Специальная техника Это разбивание доски В прыжке То есть на высоту Либо на другое расстояние Вот он прыгал На расстояние Удар юбчаги Это удар ногой В сторону У меня уже так корейскую терминологию Вот Его дистанция была То есть стоит планочка На высоте Натянута ленточка 60 сантиметров С одного края И 60 сантиметров С другого края А между ленточками Расстояние 3,10 3 метра 10 сантиметров Вот с разбега В прыжке он должен Перелететь вот это расстояние Не задев ленточки И сломать в конце доску Класс Вот Данил Стал первым В этом Виде программы И тем самым Данил просто На Кубке России Выполнил норматив Мастера спорта Два раза И в поединках И вот Спецтехнике Класс Сейчас ждем Присвоения документа Отправлены в Москву На присвоение Мастера спорта Ну После этого Мы еще Данила Обязательно пригласим Чтобы он рассказал О своих подвигах Но это же на самом деле Это какой-то трюк Из разряда нереального Ну На этих соревнованиях Спортсмены Отсеялись На дистанции Два девяносто Все Кто еще с ним Оставался прыгать Причем Он соревновался Со спортсменом Это тоже Мой воспитанник Дмитрий Носков Сейчас Он старший тренер Сборной Татарстана Класс Такие Трюки Такие прыжки Мы сможем увидеть Да Они будут Спецтехника Она конечно В этой программе Существует 13 апреля Да Вот на это Особенно Нужно посмотреть И давайте Пронансируем Еще одно Важное событие Уже В жизни Школы Дэквондо После 13 апреля Я знаю Что важный Очень Турнир Состоится После 13 апреля Буквально Через пару дней Наша сборная Области Отправится На Российские соревнования Это чемпионат Первенства России По Тэквондо Где нас ждут Конечно Сильнейшие Сильнейшие Противники Соперники Со всей России И Еще Это будет Очень Серьезный Отбор Для Попадания В сборную России Официальную Для участия На Первенстве Чемпионате Европы Которая Состоится Тоже В Казани Нам повезло Что тут Прямо рядом Ехать Никуда Не надо В июне Месяц В конце июня С 23 По 30 Число Июня В городе Казань Тоже Всех желающих Мы приглашаем Поехать в Казань Отдохнуть В аквапарке И поболеть За наших ребят Уже известно Кто Из наших Ребят Поедет Или это покажут Как раз соревнования В эти выходные На сегодняшний момент Кто поедет На первенстве Чемпионат России Конечно известно Списки уже Заявки Отправлены То есть Ребята Это те Которые Отобрались На ПФО Которое Было Недавно В Самаре И на Чемпионате Первенстве В области Это уже официальная Будем так говорить Матерые спортсмены Которые уже заряжены Просто на победу То есть Они уже настроены И все Они едут уже за победой Да Сколько их И какой возраст Их У нас 16 человек 16 человек Выезжают на официальные старты Из них Трое Это взрослые Ребята 18 плюс Выезжает Данил Бусыгин Савельев Иван Соколова Валентина Это по взрослым выступает Плюс 6 человек Это будет Юниорская Сборная Это 15-17 лет Ребята Будут выступать По всем видам В том числе И командным Три вида Командных Спаррингов Два вида Спаррингов И комплекс На комплекс Они особенно Готовятся Вот Ну и личные Соревнования И плюс Еще Юношеская Сборная Это 12-14 лет Которые ребята Также будут выступать Во всех видах программы Ну что мы желаем Ребятам удачи Вам желаем Успешнейшего Проведения Праздника 13-го числа Который 13-го апреля Будет Напомню Что в 13-е часов Официальное открытие Но приходить можно Уже с 9 утра Досмотреть Наслаждаться Тем Как Занимаются Да проводят Свои бои Показательные выступления Спортсмены По тэквондо На этом Сверой спорт На сегодня Заканчивается В гостях У меня сегодня Был Алексей Сунцов Мастер спорта Международного класса По тэквондо Президент Кировской областной Федерации Тэквондо И директор Кировской школы Боевых искусств Анатолий Чиканчи Алексей Спасибо большое Еще раз вам Побед И вам И вашим ученикам Спасибо большое Всего доброго До свидания Удачи С верой В спорт